Регулировать и организовывать вопросы, связанные с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в Неницком округе, будут на законодательном уровне. Депутаты окружного собрания на заседании постоянной комиссии представили проект закона, согласно которому надзор за дорогами будет осуществлять уполномоченный орган. По словам инициатора проекта Виктора Кмитям, вероятнее всего, это будет структурное подразделение Управления дорожного хозяйства, которое входит в Департамент строительства и ЖКХ Неницкого округа. Необходимость внесения изменений в закон Неницкого округа связана с тем, что ежедневно в период работы зимника большегрузы нарушают искусственное полотно. Вот они будут в такие вот периоды весенние и осенние, когда возможно повреждение дорог, устанавливать необходимые ограничения по движению по этим дорогам, ограничения по весу, по тяжелогрузам. И это тоже понятно, потому что каждый из нас, который ездил по зимнику, прекрасно понимает, что такое ехать по колее, разбитой тяжелыми грузовиками. Когда не соблюдается такое ограничение, такой вот весенний-осенний период, и ты попадаешь на эту колею, ну, многие из нас тогда знают, что такое, и пользуются лопатой, подручными средствами, чтобы потом с нее выбраться. Поэтому для наших условий это тоже естественное такое требование, тем более, что в данном случае мы просто выполняем требования федерального закона. Как отметил председатель комиссии, по определенной методике будет определяться величина вреда, которая причинена большегрузам. За нанесенный ущерб для водителей будет установлен штраф. Абсолютно не ноу-хау. Во всех практически регионах есть такие исполнительные органы, есть вот эти весовые контроли, которые контролируют, чтобы тяжелый груз не двигался по дорогам, потому что они тогда подвергаются усиленному и ускоренному износу. Поэтому выигрывает один предприниматель или собственник, проигрывают все остальные. Данный проект закона сейчас находится на доработке. Затем его рассмотрят на комитете и впоследствии он будет вынесен на сессию для принятия в первом чтении. Поэтому, вероятнее всего, он распространит свое действие только со следующего года.